Открывается вид и на море, и на горы, потому что горы очень близко. Хочу отметить дизайн, мебель, все очень лаконично, просто восторг. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас шикарная вилла на обзоре неподалеку от СНТП на возвышенности. Давайте все подробнее рассмотрим. Ну что, начинаем обзор шикарной виллы. Цену я вам скажу чуть позже. И хочу отметить сразу, что мы продаем не эту виллу, это вилла шоурум, а мы продаем соседнюю виллу, то есть в ней будет все то же самое. Но прежде чем сделать обзор этой виллы, давайте поговорим о комплексе. Как раз-таки этот шоурум сейчас используется как зона для презентации, поэтому здесь у нас есть все необходимое, чтобы узнать об этом комплексе. Смотрите, это у нас комплекс из 41 виллы. Мы сейчас с вами находимся вот в этой, а на продаже у нас вот эта, то есть соседняя. То есть вы видите, что у каждой виллы есть собственный бассейн и находится этот комплекс на возвышенности. Из инфраструктуры здесь не будет инфраструктуры, потому что, ну как вы видите сами, у каждой виллы есть свой бассейн. То есть здесь есть виллы, получается, из которых есть выход на общий бассейн, который продаем мы. Там у нас отдельный приватный бассейн. Сейчас давайте поговорим вообще, что находится вблизи. Здесь есть рядом оздоровительный комплекс, до него ехать один километр. Также здесь есть рядом комплекс Мальдивы. Почему я акцентирую на нем внимание? Потому что там есть шикарный ресторан Californian, то есть и он находится в полутора километрах отсюда, то есть каждый день сможете ужинать с прекрасным видом на море, различную кухню. До магазина ближайшего отсюда ехать три километра. И до центра Кирении ехать 30 километров. Смотрите, что у нас есть в центре Кирении, то есть там у нас активный такой город, застроенный с инфраструктурой. Там и университеты, и магазины. Вот город в вашем понимании, да, такой там и город, то есть застроенный абсолютно совсем ехать туда 30 километров. Также здесь вблизи есть классное гольф-поле Carinium. Там тоже можно поиграть, покушать, просто остаться в отеле, то есть развлечений здесь рядом достаточно. Ну и сейчас давайте сделаем обзор этой виллы. Наша вилла, она соседняя и будет готова в 2024 году летом, то есть через год. Но выглядеть она будет абсолютно так же. Скажу сразу, вы сами выбирайте, сколько спален вам нужно. Допустим, этот шоурум, этот 2 плюс 1, то есть здесь у нас на нижнем этаже зал совмещенный с кухней, а на втором этаже две спальни. Ну что, давайте рассмотрим все здесь. Итак, вот у нас жилое пространство, именно зал. Сейчас вы уже видели, да, что здесь различные у нас презентации, потому что это, еще раз повторюсь, шоурум. Удобный островок, то есть можно будет поставить сюда барные стулья и обедать здесь, либо ближе к телевизору поставить отдельный стол, ну и будет все очень комфортно. Хочу отметить дизайн мебель, все очень лаконично. Наконец-то на Северном Кипре начали отходить от темных тонов в пользу светлых. То есть, видите, да, здесь все в таких бежевых оттенках. У нас, получается, в стоимость входит той вилы техника, но не входит мебель. То есть, абсолютно все, техника, гарнитур, все будет входить в стоимость. Здесь у нас и индукционная печь, и посудомойка. В общем, есть абсолютно все. Очень удобные шкафчики. Итак, что у нас еще есть на этом этаже? Ну, конечно же, это санузел. Это у нас санузел без душа, но с душем есть на втором этаже. Это у нас кладовка под лестницей. Очень удобно, что она, в принципе, здесь есть, потому что во многих виллах не делают кладовки. То есть, допустим, те же чемоданы и другие вещи просто негде хранить. Итак, вернемся к нашей основной зоне. То есть, вот это вот основная зона. И кажется, что здесь какой-то такой небольшой обрывчик, да, то есть открываешь балкон и идешь никуда. Но на самом деле просто здесь еще не достроено. То есть, вы открываете этот балкон, и у вас здесь будет бассейн. То есть, прямо здесь будет построен бассейн, допустим, у других вилл уже начали их строить. То есть, очень удобно, чтобы с вилла сразу с выходом к бассейну. Сейчас давайте поднимемся повыше и посмотрим, какие здесь вообще есть спальни. Кстати, отмечу, что вид открывается на сам городок. Но городок я имею в виду на сам вильный комплекс. А с той стороны уже вид на море. Кстати, хочу отметить, что здесь даже есть такой аналог прихожей. Вообще, на северном Кипре не распространены коридоры. Обычно вы заходите сразу в зал, либо сразу в кухню. Но здесь попытались создать уют, поэтому есть такая небольшая коридорная зона. Посмотрите, то есть, у лестницы даже есть подсветка. И вообще, в этих виллах очень много света. То есть, подсвечивается абсолютно-абсолютно все. Получается, площадь этих вилл составляет 175 квадратных метров. И сейчас как раз-таки мы оказались с вами на втором этаже. Это у нас первая спальня. Давайте ее посмотрим. Итак, это у нас первая спальня. И здесь есть общий балкон. То есть, на него можно попасть как из этой спальни, так и из следующей. Отмечу, что здесь у нас есть гардеробная зона. Давайте поближе посмотрим. То есть, это у нас не отдельный гардероб, да, закрытый. Это как бы гардероб спальни, но он как бы и отделен вот этой вот стеной. И с обратной стороны здесь телевизор. Вот. Ну и также здесь у нас есть санузел. И причем санузел вместе с душем. То есть, как вы видите, там внизу у нас санузел без душа. Здесь у нас как бы все удобно. Это у нас мастер-бедрум. Причем здесь на этаже две мастер-бедрум. Очень удобно. Давайте посмотрим, чем отличается вторая спальня. Итак, такой у нас небольшой коридорчик. И смотрите, здесь есть у нас прачечная зона. Она не отделена дверью никак, но это лучше, чем в других комплексах. Потому что в других комплексах у нас стиральная машинка прямо в зале, прямо в кухне. Здесь у нас это все спрятано. И причем уже даже есть такая сушильная машинка с отделениями просто восторг. Вот. Это у нас следующая спальня. На самом деле, она ничем не отличается, только по-другому расположена кровать. То есть, там кровать смотрит в эту сторону, здесь в эту. Абсолютно такой же у нас есть мини-гардероб. Вот за этой стенкой. Вот. И также санузел. Давайте посмотрим, отличается он чем-то или нет. Абсолютно так же ничем не отличается, просто так же по-другому все расположено. Но сейчас давайте выйдем на этот гигантский балкон. Итак, вот этот самый балкон получается. Выход из первой спальни. И здесь сразу вот у нас вторая спальня. Как вы видите, вид открывается на море. Шикарный. Но здесь я предлагаю вам рассказать о цене. Смотрите. Цена виллы не этой. Это, еще раз повторюсь, шоурум. То есть, соседняя вилла. Она находится не где-то там. То есть, она прямо на этой линии. То есть, будет абсолютно такой же вид. Ее цена составляет 295 тысяч фунтов. Это меньше, чем у застройщика. Очень приятные планы платежей. То есть, смотрите. Это почти 30 миллионов рублей. И причем, вам не нужно ждать 3 года, пока она достроится. Потому что готова она уже будет в следующем летом. Очень удобно. Но сейчас давайте поговорим о планах платежей. 35% первоначальный взнос. И 65% до получения ключей. То есть, в течение года ежемесячные платежи. Это у нас отличный вариант, особенно для района СНТП. И, кстати, давайте сейчас поговорим об этом районе. То есть, чем он примечателен. Только что мы посмотрели вот эту виллу. А в продаже у нас вот эта. То есть, она расположена выше. И, следовательно, вид из нее открывается еще лучше. Напоминаю, цена 295 тысяч фунтов. И, кстати, хочу напомнить вам о нашей форме. То есть, у нас есть специальная форма. Ссылка на нее находится под этим видео. Вы переходите и заполняете все нужные критерии. То есть, это все автоматизировано. Выбираете, сколько вам нужно комнат, район. Отправляете в один клик. И получаете автоматическую подборку. Если хотите пообщаться с нашим менеджером или лично со мной, пишите нам сразу в WhatsApp. Это тоже очень удобно, если вас интересует какой-то конкретный объект или инфотур. И, кстати, здесь у нас помимо этой виллы продается самая лучшая здесь вилла. С самым красивым видом. Естественно, дороже. Прайс также вы можете узнать в WhatsApp. Кстати, перед тем, как рассказать вам об СНТП, предлагаю вам сознакомиться с нашим ботом. Это не какая-то реклама, а это суперудобная опция. Это справочник в вашем телефоне, а именно в Телеграме. Смотрите. Ставите видео на паузу, переходите по ссылке под видео, и вы попадаете в бот. Это суперудобная вещь. Допустим, вы живете в Искеле и хотите заказать себе роллы. Вы всего лишь ставите локацию, то есть Искеле, и что вам нужно, у вас появляется список. То есть это кафе, магазины, доставка. Выбираете, допустим, доставку, и у вас отправляется вам автоматически подборка с номерами телефонов, с локациями. Это очень удобно. У нас там есть и афиши мероприятий во всех городах. Также там есть недвижимость, старичка и новостройки. То есть абсолютно все есть там. Так что скорее переходите и исследуйте. Это будет полезно и тем, кто живет на острове, и кто собирается к нам приехать. Итак, что это такое за район СНТП? Очень живописный район на северном побережье северного Кипра. Он отличается от южного тем, что на юге у нас такие пустыни, песчаные пляжи. То здесь у нас такая живописная. Зеленые леса, горы. Причем горы близко к морю. Из-за этого из всех вариантов недвижимости открывается вид и на море, и на горы, потому что горы очень близко. Чтобы вы понимали территориально, где находится этот комплекс, вот здесь у нас напротив комплекс Мальдивы. То есть да, это этот район. Только Бахчели это у нас повыше, то есть в горах, да. И вообще в принципе в СНТП большей популярностью пользуются комплексы, которые подальше от моря, потому что здесь у нас есть такие ветра. То есть у вас постоянно свежий воздух и также с возвышенностей, логично, открывается более шикарный вид на море. То есть смотрите, отсюда ехать близко до Кирении, то есть где у нас вся инфраструктура. Также отсюда близко до Южного побережья, то есть до Искеле, допустим, ехать всего 30 минут, то есть если вы захотите покупаться на Лонг Бич. То есть локация действительно очень примечательная. В основном эти районы выбирают либо пенсионеры, либо семьи, у которых пока что нет детей, потому что вблизи школ пока нет. Но это все будет, потому что СНТП очень сильно развивается. Здесь строится и яхт-клуб, и школы тоже в дальнейшем будут. Но пока что этот вариант вам подойдет, допустим, для летнего отдыха или наоборот для зимнего, то есть чтобы у вас такая была дача на Северном Кипре, приезжать сюда, потому что для постоянной жизни этот район удобен, если у вас есть автомобиль. Если автомобиль есть, проблем никаких нет. Наше видео подошло к концу. Пожалуйста, напишите в комментариях, какая сторона вам нравится больше, то есть северная или южная, СНТП или Искеле, то есть или если вы даже здесь не были по видео, какая сторона для вас более притягательная. А я с вами прощаюсь. Напомню, что вы были на канале Живые Кипр Саркон Истейт, и меня зовут Лилия. Всем пока!